Пользоваться долларом меньше, как оказалось, не стали. Даже среди депутатов американская валюта все еще в ходу. Долларами пользуетесь? Пользуемся, но нет сейчас. Тоже нет кошелька? Да. А долларами пользуетесь? Ну, иногда пользуюсь. Иногда для чего пользуетесь обычно? Ну, если есть доллары, поменять там. Но зато и партмоне, и иностранной валютой смог похвастать другой народный избранник. Бывший министр экономики и финансов Аклбек Диапаров. И доллары тоже есть. И доллары есть. И рубрики тоже есть. А я недавно встречал гостей, и они оставили остатки своих рублей мне. Однако остальным использовать рубли, и тем более доллары во взаиморасчетах, депутат не советует. Непатриотично и для экономики слишком большой вред. Население, которое хочет строить, покупать что-то, оно должно покупать, строить, продавать только на сом. Цены в национальной валюте многие компании действительно установили. Одними из первых, кто исполнил постановление о дедолларизации, были строительные фирмы. Однако для своих клиентов застройщики установили свой собственный фиксированный курс доллара. Есть одна отметка. Если доллар идёт выше, допустим, 70 сомов, 70, 80, 90, то клиент вправе оплачивает в сомах. По мнению Бектура Садырова, инициатива бывшего премьер-министра Тимира Сариева мало что поменяет. По большому счёту, именно переход на цены в сомах, в национальной валюте, будет обоснованным тем, что это будет конвертироваться из доллара на сегодняшний курс и переход в сом. То есть, грубо говоря, если назвать человека, допустим, меня Бектуром или Иваном, суть особо не изменится. Финансист Джунус Ганиев объясняет, почти все товары в Кыргызстан привозятся из-за рубежа. Не привязывать их к стоимости иностранной валюте практически невозможно. Правительство, видимо, хотят таким образом снизить риски от курсовой разницы, но решить эту проблему искусственным путём нельзя. Для этого надо развивать производство. Импорт у нас катастрофически превалирует над экспортом. А пока перейти на сомы не получается даже у госорганов. Для того, чтобы получить паспорт гражданам Кыргызстана, приходится платить вообще по курсу евро. Получается, собственную инициативу исполнить не могут даже в самом правительстве. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан.